Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова или уже запретили. В Европе не хотят поднимать шум и усложнять и без того непростые отношения с Россией, уверяют наблюдатели, так же, как не хотят видеть нарушителей прав человека. В Москве все эти сообщения называют провокацией, но правозащитники опасаются. Российские власти и англичанам, да и всему Западу могут ответить асимметрично. Например, запретом на усыновление детей из России. Нина Шамугия, РТВА. Братья-мусульмане останутся за бортом. Исламистское движение отказалось присоединяться к новому правительству Египта. В организации свое решение объяснили тем, что не хотят иметь дело с пучистами, так они называют военных, свергнувших президента Мухаммеда Мурси. Между тем, прокуратура Египта выдала Аддера на арест лидеров исламистского движения, в том числе Мухаммеда Бади, духовного лидера братьев. Его обвиняют в провоцировании массовых беспорядков в Каире. На одной из акций протеста Бади призвал египтян к освобождению Мурси, после чего тысячи его сторонников устроили погромы у штаб-квартиры Революционной гвардии, где содержится свергнутый президент. В ходе столкновения тогда погибли более 50 человек. На месте были арестованы 650 участников беспорядков. Сам Бади скрывается, его местонахождение пока неизвестно. В Израиле создана новая христианская партия, выступающая за еврейское демократическое государство. Молодое политическое движение Бней Брит состоит из арабов-христиан. Его члены поддерживают призыв Цахал, сотрудничество с израильскими властями и волонтерскую деятельность в общественных организациях. Основатель и глава Бней Брит Башара Шлиан считает, что арабские и израильские партии ничего не делают для этнических и конфессиональных меньшинств. Следует отметить, что христианское население Израиля – это около 150 тысяч человек, подавляющее большинство из них этнические арабы. Между тем, арабы-мусульмане, проживающие в Израиле, отмечают священный месяц Рамадан. Последователей ислама в стране более миллиона. В эти дни власти еврейского государства облегчили для жителей Западного берега режим пересечения границы. Лица старше 35 лет могут молиться на территории храмовой горы в Иерусалиме. Здесь находятся мечети, купол скалы и алякса – священные для мусульман места. Во время Рамадана здесь могут одновременно находиться до 20 тысяч последователей ислама. Сейчас коротко о других важных международных новостях. Агентство СНП объявило о снижении суверенного кредитного рейтинга Италии. Страна опустилась на одну ступень с уровня тройной B+, до уровня тройного B. Причиной стали опасения экспертов, что Рим не сможет справиться с экономическим кризисом. Причем в ближайшее время рейтинг Италии может быть дополнительно снижен. ООН требует от Ватикана отчитаться о священниках-педофилах. Комитет по правам ребенка запросил у Святого Престола подробную информацию о тысячах случаев сексуального насилия над детьми. Через полгода представители организации намерены обсудить результаты расследования с католическим духовенством. Сильный пожар произошел в парижском особняке Аламбер на острове Сен-Луи. Сначала загорелась крыша здания, затем огонь перекинулся во внутренние помещения. В результате дворец 17 века, в котором жил философ Вольтер, сильно пострадал. Произошло частичное обрушение кровли и лестницы. В испанском городе Памплона несколько десятков человек пострадали во время традиционного забега быков. По меньшей мере трое из них попали в больницы. Забег состоялся в рамках ежегодного праздника Сан-Фермин, на который приезжают тысячи иностранных туристов. Народные гуляния начались 7 июля и по сложившейся традиции будут продолжаться в течение девяти дней. Лучший бармен планеты. Конкурс проходил на круизном лайнере в Средиземном море. В нем принимали участие около 50 коктейльных виртуозов из 44 стран мира. Победителем стал уроженец Испании. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий. А я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго.